Командующий военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Нишпапа обнародовал очередные кадры использования украинских надводных дронов в Черноморье. Он заявил, что одно из подразделений службы нанесло прицельные удары по целям российских оккупационных войск. А именно, отмечается, что в результате операции были уничтожены системы наблюдения, которые россияне разместили на газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма. Речь о так называемых «вышках бойко». В представленном видео зафиксировано, в частности, удары наших надводных дронов по платформам. Но самое интересное на этих кадрах – как наши катера Камикадзе запускают по вражеским целям FPV-дроны. В частности, на видео представлено сразу несколько эпизодов, как из внутреннего отсека вылетают FPV-дроны и атакуют цели на платформах. Также на видео зафиксированы яркие взрывы и пожар в результате работы наших военно-морских сил. Это фактически впервые, когда на видео зафиксирована именно такая комбинация беспилотных систем. В то же время, как отметил волонтер Стерненко, это не первый случай, когда наши военные бьют FPV-дронами из надводных дронов. В Defense Express подчеркиваю, что такое сочетание предоставляет нашим военным новые возможности по поражению целей с помощью морских дронов. Этой ночью в российском городе Майкопе, республика Адыгея, РФ, произошло таинственное событие. Жители сообщали о нескольких мощных взрывах и пожаре, однако власти РФ хранят молчание по этому поводу. Взрывы были слышны у микрорайона Черемушки, рядом с которым находится военный аэродром Ханская. Также очевидцы наблюдали сильное зарево и столб дыма на окраине. Тогда же появились слухи о налете беспилотников на объект ВКСРФ, однако подтверждения на данный момент нет. Сирена воздушной тревоги не включалась, а тем временем по местным пабликам разгоняли сообщение, что это был то ли переход самолета на сверхзвук, то ли взрыв бытового газа. Отметим, что в ночь на 10 октября этого года аэродром Ханская уже был атакован беспилотниками. Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают людей и инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор, добавил президент. Отметим, что ранее премьер-министр Дании Мэтта Фредериксон сообщала, что всего Украине отправят 19 истребителей F-16. Страна-террорист. Россия продолжает насильно отправлять людей на войну против Украины, в том числе солдат срочной службы. На тех, кто отказывается ехать на фронт, оказывают давление, а некоторые случаи заканчиваются убийством. Одного срочника после отказа ехать воевать в Курскую область расстреляли в Приморском крае, а перед смертью 19-летнего солдата пытали. Об этом сообщает издание «Важная история». Жертвой стал солдат срочной службы Артем Антонов из Татарстана. Во время подготовки к отправке на границу с Украиной лейтенант 394-го мотострелкового полка выстрелил в него из автомата Калашникова. Убийство произошло 21 октября на полигоне Ильинский 60-й мотострелковой бригады в Приморском крае. Туда Антонова отправили для замены мотострелковых частей прикрытия границы в Курской области. Родственники убитого солдата заявили, что его могли расстрелять за отказ подписывать контракт и отправляться в зону боевых действий. Накануне смерти солдат жаловался, что командование оказывает давление, заставляя подписывать контракты и ехать воевать против Украины. Также родственники убитого рассказали, что командиры часто неоднократно пытали его из-за отказа ехать на фронт. Над ним издевались, по 8 дней подряд ставили в наряд, не оказывали медицинскую помощь, били железными прутами по руками шеи. Он делился этим с близкими друзьями в закрытой группе, которую сразу же удалили после его гибели. Артема убили 21 октября. Нам сказали об этом только 23 октября. Видимо, не знали, как заместить следы. Жалуются родственники солдата. В семье погибшего известно имя стрелявшего офицера, однако из личных опасений они боятся его разглашать. Пятый добровольческий штурмовой корпус сирийской арабской армии, до недавнего времени служивший режиму Асада, перешел на сторону оппозиции. Примечательно, что это большое подразделение фактически было создано с нуля и вооружено страной-агрессором, Россией, информирует агентство Анадолу. Подчеркивается, что силы, несущие службу в ДРА, юго-запад Сирии и ранее получавшие деньги и оружие от Москвы, внезапно заявили о создании Южного оперативного штаба сирийской оппозиции. Представители теперь уже бывшего пятого корпуса САР объявили о намерении объединиться с турецкими прокси-подразделениями и исламистами Хатэша, чтобы выступить маршем на столицу Дамаск. Добавим, что до 2017 года этим корпусом командовал российский генерал Валерий Осапов. Теперь же это подразделение будет воевать против союзника России, режима Асада. Кстати, о городе Дар-А, о котором мы недавно упоминали. Его режим Асада уже потерял. Вчера сирийские повстанцы также вошли в город Эссу-Вайда. Ну и самое важное из последних событий, это то, что сирийские повстанцы вошли в Пальмиру и взяли под свой контроль ракетные склады армии Асада. Пальмира – это ценный стратегический узел. Город расположен в пустыне и контролирует ключевые пути, ведущие к Дамаску и другим важным районам Сирии. Сирийская армия вместе с россиянами в 16-17 годах со значительными потерями дважды отбивала город у ИГИЛ. Россия использовала взятие Пальмиры в пропагандистских целях. Там, среди прочего, был организован показательный концерт оркестра. Это событие широко освещалось в российских СМИ как символ победы над терроризмом и восстановлением мира благодаря вмешательству РФ. В Z-каналах уже идет истерика по этому поводу. Как пишет The Wall Street Journal, Асад вчера оставался в Сирии. Однако его семья покинула страну. Жена и дети уехали в Россию, а другие родственники – в ОАЭ. Асад просил помощи у Турции, ОАЭ, Египта, Йордании, но получил отказ. Российский контингент эвакуирует наиболее дорогое вооружение, пока еще есть возможность. Российский Z-Vine Corps Максим Калашников прогнозирует Путину судьбу советского лидера Хрущева, которого принудительно странили от должности по итогам Карибского кризиса. Экспортные доходы РФ сильно упали, корыто для поросят уменьшилось. Кто же выиграл от войны? Газпром стал чистым банкротом. Он лишился самого богатого платежеспособного рынка – Европы. Две трети рынка у Газпрома отобрали, а на китайском рынке и цены ниже, и объемы, он и четверти не восполняет потерь. У нефтяных тузов с продажи нефти из-за всех этих обходных маневров невозможности нормально рассчитаться, и сдержки только растут. Да и нефть дешевеет. И нефтяные короли не приращивают свое богатство. Металлургические тузы попали в подсанкции, они отрезаны от рынка. У строительных воротил падает спрос на жилье. Посмотрите на аграрии. У них тоже положение не из лучших. Падают заказы новой техники, жалуется Калашников. Он также сказал, что даже военно-промышленный комплекс России, несмотря на колоссальное вливание средств, находится в плачевном положении. Руководители жалуются на убытки из-за высокой ключевой ставки и санкций. Все это, по мнению Z-Вайнкора, является угрозой лично для Путина. Когда большинство богатых верхов начинает испытывать такие трудности, опора становится все более и более зыбкой. Когда-то партийно-советская номенклатура посчитала, что Хрущев сильно заигрался в Карибский кризис и она сняла его с должности, напомнил пропагандист. Белорусские министры радуются путинскому Орешнику. Говорят, может снимут санкции. Рисуем сценарий. Первое. Лукашенко просит у Путина Орешник. Второе. Орешник размещают на территории Белоруссии во второй половине 25-го года, со слов Путина. Третье. Пользуясь правом на определение целей, Минск наносит удар по Москве, путинскому бункеру. Четвертое. Лукашенко, как избавитель от зла, начинает приговоры о помиловании и снятии санкций. План-то в принципе хороший. Российский диктатор Владимир Путин продолжает носиться со своей якобы новой ракетой средней дальности Орешник, который был нанесен удар по украинскому Днепру. Он пообещал разместить эту разработку в Белоруссии уже в ближайшее время. Соответствующий анонс Путин сделал 6 декабря в Минске во время совместной пресс-конференции с белорусским диктатором. Путин заявил, что размещение Орешника в Белоруссии станет возможно уже во второй половине следующего года по мере наращивания выпуска ракет. Он утверждал, что комплексы будут параллельно поставляться как российским, так и белорусским войскам. При этом, со слов диктатора, чем меньше дальность этой разработки, тем больше мощность боевой части. Лукашенко со своей стороны отметил, что он сам сможет определять цели для ударов Орешником. Отметим, что по данным российских СМИ, вся история с этим Орешником оказалась режиссированным шоу с целью осадить американцев и британцев, а также шугануть Берлин. Об этом, в частности, писала The Moscow Times со ссылкой сразу на четыре источника в высших эшелонах власти в РФ. Со слов источника, Кремль реализовал военную пропагандистскую кампанию, преувеличивая возможности российской оборонки. Издание утверждает, что запасов Орешников у России на самом деле нет и потребуется не менее пяти лет, чтобы наладить выпуск этой ракеты, да и ее возможности в неядерном исполнении под большим вопросом. Удар по Днепру, хотя и выглядел устрашающе, на самом деле не привел к каким-то серьезным разрушениям на месте. Однако Путин, по всей видимости, сильно увлечен своим очередным аналогов нетом. Он упоминает о нем при каждом своем появлении на публике. В пятницу 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов главы государства, где победил пророссийский кандидат от ультраправых Кэлин Джорджеску. Теперь стартовый тур будет проведен заново, скоро назначат новую дату. Сказано на официальном аккаунте этой инстанции в социальной сети Facebook. Кроме того, о том, что КСР принял единогласное решение начать процесс выбора президента фактически с нуля, пишет издание Sky News. Примечательно, что в начале судом был утвержден результат первого тура, в котором победил Джорджеску. Однако, через некоторое время материалы о масштабном вмешательстве в избирательную кампанию, собранной представителями спецслужб, изменили позицию этой инстанции. Отметим, что Джорджеску, лояльный к РФ и явно не лояльный к НАТО, обещал запретить транзит украинского зерна и остановить военную помощь Украине. Вчера Совет нацбезопасности Румынии выложил секретные материалы, демонстрирующие масштабную российскую кампанию в поддержку ультраправого кандидата на пост президента. Кампания эта была весьма грязной. Сюда входили хакерские атаки и манипуляции алгоритмами соцсетей, где 25 тысяч ботов в соцсети TikTok использовались для агитации в пользу Джорджеску. Европейский союз существенно увеличил выплаты за закупки российского топлива в Индии, тем самым помогая Москве наполнять военный бюджет. Об этом говорится в отчете Центра изучения демократии CSD. По данным аналитиков, с января по август этого года ЕС купил топливо у трех крупных индийских нефтеперерабатывающих заводов, работающих с российской нефтью, почти на 20% больше, чем в прошлом году. Это происходит несмотря на попытки ЕС ввести ограничения цены в 60 долларов за баррель и запретить прямой импорт российской нефти в блок. Западные энергетические санкции против России проваливаются. Хотя российский экспорт ископаемого топлива на Запад сократился, вопиющие лазейки в режиме санкций остаются. Пробелы в запрете на нефть были намеренно оставлены открытыми, поскольку страны G7 опасались резкого роста цен на энергоносители, говорится в отчете. Отмечается, что Индия успешно использовала эти пробелы, чтобы стать крупнейшим покупателем российской нефти. Ее импорт в Индию вырос на 13% в годовом измерении за первые 8 месяцев этого года и составил 27 миллиардов евро. В тот же период 41,1 миллионов тонн российской нефти, или же 72% импортируемой в Индию, прибыла через теневые танкеры с сомнительным или неадекватным страхованием. Для того, чтобы сократить доходы Кремля от нефти и газа, нужен трансатлантический толчок к усилению запрета G7 на нефть и постепенному выводу российского ископаемого топлива западных рынков. ЕС должен запретить импорт нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов в третьих странах, таких как Индия, Турция и ОАЭ, которые максимизируют закупки российской сырой нефти, чтобы продавать излишки нефтепродуктов обратно в ЕС, констатируют эксперты.